Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Много тысячелетий насчитывает история человечества. Одна за другой следовали эпохи, сменялись народы и государства, ширилось многообразие культур. Чтобы узнать все традиции, не хватит и жизни. И наша с вами Родина – одна из самых уникальных стран мира с богатейшими национальными культурами. Россия – страна цивилизации, в ней проживает около 200 наций и народностей, национальных и этнических групп. Они различаются своим происхождением и историей, расовыми признаками и языками, обычаями и религиями. Многие века наши народы жили в едином государстве. Россия складывалась и развивалась как многонациональная общность. Этим единством многообразий и жива наша держава. Дружба народов – необходимое и важнейшее условие ее успешного развития. Удивительные слова сказал как-то Николай Гоголь. Нет у святей этого рищества. «Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы, любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек». Великий русский писатель вложил эти слова в уста казака Тараса Бульбы, но сказать их могли бы многие. «Высшее проявление дружбы – это дружба между народами, когда люди не обращают внимания ни на цвет кожи, ни на разницу в культуре, ни на различие в языке и верованиях. Единение народов России уходит корнями в Киевскую Русь и Московское царство. Еще тогда труженики разных национальностей совместно развивали хозяйство, обменились опытом, духовно обогащали друг друга. В дальнейшем они вместе осваивали необжитые просторы Севера, Сибири и Дальнего Востока, трудолюбивые и храбрые предки, создали великое государство, наше общее достояние и гордость». «За тысячу лет наша страна видела многое и разногласий, и внетений, и взаимной обиды, но общность судеб формировалась и крепла. Можно утвердать смело, культурный код русского и всех наших народов не приемлет идеи расовой исключительности и национального превосходства. Это хорошо видно из нашей великой литературы. Александр Пушкин, которого еще при жизни назвали «солнцем русской поэзии», очищал себя сыном всех народов России. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяксущий в ней язык и гордый внук славяны, финны, ныне дикой тунгус и друг степей калмык». Эти слова выразили поистине интернациональный характер мировоззрения Пушкина. Именно оно подняло творчество поэта на недосягаемую высоту. Достоевский назвал эту черту всемирной отзывчивостью. Со стихами Пушкина перекликается творчество Габдулы Тукая. Этот татарский поэт и публицист начала прошлого века прожил короткую, но яркую жизнь. «Русские татары, народы с единой судьбой», говорил он, «Стихи Тукая стали гимном дружбе наших народов. Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, нани за нани, на единую нить писал он». Народы России вместе защищали общее Отечество от иностранных захватчиков. Плечом к плечу они участвовали в войнах с тевтонскими рыцарями и ляхами, с Османской империей Наполеоном. Они мужественно сражались, погибали и побеждали. Эта дружба схриплена веками и кровью. Наши народы всегда боролись за счастье и волю с доморощенными эксплуататорами. Мы находимся на славной земле Башкирии, национальный герой которой, Салават Юлаев, был сподвижником Емельяна Пугачева и одним из руководителей крестьянского восстания. Замечательный башкирский поэт Мустай Карим писал «С башкиром русские спутники в дороге, застольники, коль брага на столе, соратники по воинской тревоге, навеки самогильники в земле. Когда же целовались, как два брата, с могучим Пугачевым, Салават, в твоей душе, что дружбой у богата, прибавилась любви, мой русский брат». Единение трудящихся разных национальностей ярко проявилось в русских революциях начала XX века. Оно крепло в годы гражданской войны, иностранной интервенции, первые советские пятилетки. В СССР интернационалист стал важнейшей скрепой нашей державы на дружбе народов, как на прочном фундаменте держалось здание первого в мире социалистического государства. Страна жила, как одна семья, и в этой солидарности главный секрет успехов Советского Союза, поражавших всю планету. Братство наших народов испытывали на прочность суровые годы Великой Отечественной. Представители всех национальностей, защищали свою отчизну. Они проявляли чудеса героизма и не жалели жизни для победы. Напомню один пример. Ханпаша Мурадилов, чеченец и Дагестана, будучи командиром пулеметного взвода, уничтожил более 900 фашистских солдат-офицеров, залплен 12 солдат-врага. В сентябре 1942-го, в возрасте всего 18 лет, он погиб в бою под Сталинградом, на Мамаевом кургане, есть мемориальные плита Нурадилова. Советский патриотизм был подлинно массовым. Примером невиданного героизма можно привести множество. Наш долг – чтить память героев, помнить об их подвигах, рассказывать о них людям. Сложение сил советских народов позволило стремительно восстановить порушенное хозяйство послевоенные годы. В строй водились новые заводы, фабрики, железные дороги, рос жизненный уровень, ускоренно развивалась наука, образование и культура. Советский человек Юрий Гагарин открыл дорогу в космос. Мы первыми стали использовать атомную энергию в мирных целях. Достижения СССР были признаны во всем мире. У них была прочная основа. В декабре 1935 года на совещании с колхозниками-передовиками Сталин произнес «Дружба между народами СССР – большое и серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внутренней, ни внешней враги, пока эта дружба живет и здравствует». В СССР произошло соединение патриотизма, интернационализма и социализма. Советская власть руководствовалась формулой «Единство через многообразие». Это давало исключительно плодотворный результат. Неудивительно, что в борьбе с Советским Союзом мировой капитал направил основной удар на межнациональные согласие. Миллиарды долларов потратили всевозможные советологи, антисоветчики, провокаторы на подрыв единства нашей страны. Они пришли к выводу, только разорвал узы дружбы народов СССР, можно добиться обрушения социалистической державы. Вашингтон и его натовские приспешники долго и разными способами подстрекали рост националистических настроений в союзных республиках. Например, с июня 1974 года Конгресс Шай ежегодно принимал документы о так называемой советской оккупации Литвы, Латвии и Эстонии. К сожалению, злобные планы против нашей страны были реализованы. Прорабы Горбачевской перестройки, Ельцинские перевертыши и противники из нее сделали свое черное дело. Повсеместно провоцировалась вражда, поджигались пожары межнациональных конфликтов, закровоточили давно зажившие раны, Советский Союз был предательски разрушен. Это наша общая боль и трагедия. Реставрация капитализма крайне обострила национальный вопрос. С 1991 года на прежней территории нашей общей Родины произошел ряд войн и крупных столкновений на национальной почве. Сотни тысяч людей погибли, получили ранения и стали беженцами. Сегодня мы все являемся свидетелем того, как ЦРУшники стравливают братские украинские и русские народы, но и на этом наши противники уверены и успокоятся. Их заветная мечта добиться полного расчленения России и припарковать наше богатство своим интересом. Углубление социально-экономического кризиса в нашей стране несет для всех нас серьезные угрозы и опасения. КПРФ руководствуется основами марсиско-ленинского учения. Мы убеждены, что национальный вопрос нельзя отделять от социально-экономического строя. Либерально-рыночная модель экономики межнациональные проблемы не решает, а только усугубляет. Россия сегодня переживает системный кризис. Ее и без того хилое производство падает. Уровень жизни населения снижается. В прошлом году три с лишним миллиона наших граждан пополнили ряды нищих. Две трети жителей страны превратились в бедняков. Они получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. И эти деньги и бесценность вдвое. И это в стране, которая является мировой кладовой полезных ископаемых, богатейшие природные и людские ресурсы дают возможность довольно быстро вырваться вперед. Именно так сделали наши отцы и деды в советское время, приложив ум и руки. Но нынешнему правительству Россия, видимо, не достает ни первого, ни второго. Его экономический блок представляет собой сборище идейных последователей Гайдара, Чубайса и Кудрина. Налицо все то же непонимание страны, ее проблемы, нужд. Даже теперь, когда упали нефтяные цены, а на страну давят санкциями, чиновники из правительства перестроиться не способны. Вместо мобилизации ресурсов нам предлагают все та же ультрарыночная мешанина из тотальной приватизации, уничтожения социальных гарантий, губительных реформ образования и науки, культурно-нравственной градации. Как тут не вспомнить стихи гениального Расула Гамзатова. Жужжит реклама, как веретено, назойливая, хотя всегда убога, она успешно выжила давно с экранов наших Пушкина и Блока, растерзана могучая страна, разъята ложью время и пространство, и серость вновь от хаоса пьяна напялила корону самозванства. Прямым следствием капиталистической реформ стала массовая депопуляция. За негодные преступные эксперименты Россия заплатила миллионами жизней. Не родилось только 22 миллиона детей в потере сопоставимой с Великой Отечественной. Снизилась численность русских, татар, марийцы, шуваши, удмуртов, мордвы, хакасов, коми, карелов и ряда других народов. Пустеют целые регионы. Не прекращен отток населения Сибири и Дальнего Востока. Люди уезжают, спасаясь от безработицы, бедности, неуверенности в завтрашнем дне. Обнищание населения, имущественное расслоение, дисбалансы в экономике. Все это наша реальность. На высший уровень безработицы зафиксирован сегодня в Ингушетии. Он превышает здесь 30%. Род числа безработных наблюдается и в других регионах. Глубок проблем все больше. Это благоприятная почва для национализма и преступности. Тревожная обстановка сохраняется на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Оттуда регулярно приходят тревожные сообщения об обстрелах, взрывах, гибели людей, провокациях. Много проблем и в других регионах. Участились случаи конфликтов, погрому, беспорядков и массовых драк на национальной почве. Нередко они происходят с применением холодного нестрельного оружия. Особенно острой стала эта проблема в крупных городах. Вы недавно видели это и в московской реальности. Всем этим нужно предметно заниматься, а не поощрять антисоветизм и русофобию. Они прямо подрывают скрепы, связывающие народы России воедино. С одной стороны по стране гордо шагает бессмертный полк. С другой закрывается фанерными щитами мавзолей Ленина, вдохновляющий участников битвы под Москвой, легендарного парада 41-го и главного парада победы в 45-м году. Этот идейный сумбур может дорого стоить всему народу. Представьте себе молодого человека, который с утра до вечера слышит россказни об ужасах коммунистических репрессий и о русских лодырях и пьяницах. В такой ситуации несложно потерять точку опоры, начать стыдиться и собственной страны. А дальше легко попасть на крючок самых негодных идей, будь то религиозный экстремизм, национализм или фашизм. Особенно мерзко то, что шельмованию подвергается исключительно плодотворный советский опыт дружбы народов. Иные барзописты ставят вину советской власти даже кровавые конфликты конца 80-х и начала 90-х годов. Нет, господа либералы, горбачевцы и лицинисты, не выйдет у вас отмыться от этих преступлений. Трагедии Карабаха и Абхазии, Приднецовья и Ферганы, Чечни и Украины лежат на совести тех, кто рушил советскую власть, советскую державу, заигрывал с националистами, получал западные подачи и гранды, подрывал основы социалистического советского строя. Огромную тревогу вызывает потуги, водрузительно предистал фигуры раскола и межнациональной вражды. В Екатеринбурге открыт грандиозный Ельцин-центр. По масштабам он на треть больше, чем Зимний дворец. Все русские государи в гробу бы перевернулись, узнав об этом. Кому он посвящен? Кто его организовал? И кто платил? 10 миллиардов рублей грохнули на это убожище. Человеку, призывающий национальные элиты брать суверенитетов, сколько проглотите, пока не подавите? Этот цен человеку, развязавшую чеченскую бойню, где погибло 120 тысяч? Человеку, при котором предатели и воры рвали страну на честь? Развернута подготовка юбилея Солженицыну, но стоит помнить о его провокационных заявлениях. Призывы избавляться от груза среднеазиатского подбрюшья всего юга готовили общественное мнение к распаду союза. Тем временем, воспевая Солженицына, власть проигнорировала и юбилей Михаила Шолохова, поистине гениального писателя, государственника, патриота и коммуниста, и многих других. В обществе прогрессирует морально-психологический кризис. Продолжается погром образования. Домокло мечи гэ, нависший над школами, отупляет подростку. Примитивное зазубрение препятствует формированию юного поколения целостной картины мира. Российская школа все меньше учит мыслить и отличать добро от зло. Вместо истинных ценностей дружбы, взаимовыручки, солидарности, честного труда дети и подростки пропитываются эгоизмом и примитивным потребительством. А сборище индивидуалистов никогда не станет здоровым обществом, где царят равноправие и дружбы народов. А без этого наша страна существовать не может. Нынешнее положение в миронациональных отношениях – прямое следствие отказа от советских принципов и их строительства. Уже долгое время отсутствует осмысленная национальная политика. Еще в 1996 году указом Ельцина была утверждена концепция государственной национальной политики Российской Федерации, но на улучшение ситуации она никак не повлияла. В декабре 2012 года президент Путин утвердил стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Она содержит много противоречивого и непоследовательного. Ни одна конкретная проблема его авторами не раскрыта. Они не смогли даже обозначить болевые точки национального вопроса, не говоря уже об их лечении. Документ производит удручающее впечатление. В очередной раз стало ясно, у руководства страны нет четкого понимания сути сложной и деликатной темы. Стратегия не имеет научного обоснования, не видит связи между национальным вопросом и социально-экономическими проблемами. Она не содержит положений направленных на противодействие национализму, обходит молчанием уникальный советский опыт. А ведь СССР это удивительная школа по выстраиванию равноправных дружеских отношений между народами. После того, как Российская империя распалась и гением Ленина была собрана в единое советское государство. В документе лишь мимоходом упоминается русский народ, не называются другие народы страны, татары, башкиры, чуваши, марийцы, чеченцы, аварты, якуты, венки и так далее. Нигде не говорится об украинцах и белорусах, азербайджанцах и армянах, других национальных группах, проживающих в России. Авторы стратегии исходят из либерального толкования нации, а либералист для России смертелен. В июне 2013 года правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики. Есть и утвержденные правительством федеральные целевая программа на этот счет. Но беспомощность упомянутых в них мер просто поражает. Внятной государственной политике в сфере национальных отношений у власти сегодня нет ни в теории, ни на практике. Министерство регионального развития было расформировано, а ведь оно курировало вопросы межнациональных и межконфессиальных отношений. Эту компетенцию размазали между несколькими министерствами и ведомствами. Только в прошлом году по инициативе президента создано Федеральное агентство по делам национальностей, но сколько-нибудь серьезного эффекта пока не видно. В основном агентство занято организацией конференции круглых столов, но не имеет ни полномочий, ни бюджета для того, чтобы существенным образом повлиять на положение дел. Вывод звучит как приговор. Нынешний курс, нынешняя власть не в состоянии решить национальный вопрос. Товарищи, происходящие процессы напрямую угрожают безопасности и суверенитету России. В рамках существующей модели исправить ситуацию невозможно. Еще раз хочу подчеркнуть, и каждый должен это понять, в рамках существующей модели исправить эту ситуацию невозможно. Развитие страны не может идти стихийно. В глобальном мире не обойтись без планирования, без определения приоритетов, без научного подхода к развитию общества. Но рыночные фундаменталисты в правительстве об этом и слышать не хотят. Для нас, очевидно, главная проблема обострения межнациональных отношений – это углубление социально-экономических проблем. Капитал использует национальную карту, чтобы отвлечь внимание граждан от жесточайшего раскола общества, от эксплуатации граждан, растущей зависимости нашей экономики от Запада и западной олигархии. КПРФ видит существующие проблемы и предлагает пути их решения. Партии последовательно и жестко оппонируют либеральному безумию. На Орловском экономическом форуме мы приняли антикризисную программу. Ее поддержали Всероссийский совет трудовых коллективов, куда приехали представители 600 ведущих коллективов страны. Поддержал мартовский пленум ЦК нашей партии и участники майских манифестаций. Реализация этой программы позволит переломить пагубные тенденции и вывести Россию на путь развития и прогресса, укрепления дружбы и национальной безопасности. Первая по значимости задача – обеспечить экономический суверенитет страны. КПРФ настаивает над действенным государственным контролем над банковской сферой и валютными операциями. В стране по-прежнему главный не рубль, а доллар. В этом году рублю исполняет 700 лет. Он в два раза старше, чем современный Америк. Нужно снизить критическую зависимость от доллара и ВТО, пресечь массовый отток капиталов. Только за последние два года из страны убежало капитала столько, что это равно всему нашему годовому бюджету. Это полное безобразие. Можно было давно остановить это безобразие. Второе. Необходимо возрождение мощного государственного сектора экономики. Минеральная сырьевая база, энергетический сектор, железные дороги, системы связи и другие стратегические отрасли должны быть национализированы. Это не только позволит удвоить доходы бюджета, но и придаст планомерный характер экономическому развитию страны. Уверен, что вы поддержите активно эту позицию. Третья важнейшая задача новой индустриализации. Грядет четвертая промышленная революция. Мы к этому готовы. У нас великолепная наука. И мы можем с опорой на высокие технологии наши кадры решить любую задачу. Но почти полтора миллиона лучших специалистов, особенно молодых, вынуждены бежать из страны и трудиться на чужого дядю. Они спокойно бы вернулись и работали у нас, решая эти проблемы. И мы, проведя закон о промышленной политике, подготовили почву для того, чтобы они достойно трудились и двигали страну вперед. Четвертый. Нужно повернуться лицом к деревне. Импортное замещение в сельскохозяйстве должно наконец стать реальностью. Мы готовы гарантировать не менее 10% расходной части бюджета на решение этой задачи. Советская страна тратила почти 20%. Ныне Америка тратит 24%. У нас 10 лет подряд меньше полутора процентов. И удивляются, почему заебается деревня и не развивается наше сельское хозяйство. На наших просторах мы могли бы выращивать и кормить 700-800 миллионов человек отборными продуктами. Отборными. Но для этого надо вкладывать и поддерживать тех, кто трудится на земле. Нынешнее правительство категорически не желает это делать. 5. Нужно активно брать на вооружение опыт народных предприятий и создавать условия для появления все большего их числа. Мы вносили закон на эту тему вместе с Масляковым после дефолта. И он был принят. У нас резко рванули вперед народные предприятия. Но потом олигархи увидели, что деньги оттуда перекачивать невозможно в офшоры. Что все труженики являются владельцами. Что зарплата руководителя напрямую зависит от средней зарплаты. Но сегодня народные предприятия оказались лучшими даже на фоне кризиса. У нас здесь присутствует Казанков Иоанн Иванович. Он здесь вам выставил свою продукцию. Недавно на всемирной выставке во Франкфурте, в которой участвовали все мясопроизводящие предприятия планеты. Казанков и ее команда выиграли 25 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовых. И главный кубок признал лучшим предприятием планеты. Вот я вчера главе республики рассказывал об этом. Он сейчас просил, звонил, чтобы Казанков встретился после обеда. Ваша республика могла бы двинуть эту тему великолепно. Что такое предприятие Казанкова? Я вынужден был возить туда 2 тысячи молодых людей, чтобы отбить это предприятие от бандитов. Которые ходили и готовы разорвать были в клочья. Казанкова хватило характера. У коллектива 1300 человек работает. 190 тысяч свиней, 17 тысяч крупного рогатого скота, 2 с лишним тысячи лошадей, 250 автомашин, 450 магазинов, которые обслуживают прекрасными продуктами от Удмуртии для Ульяновска. Вот что такое народное предприятие, возглавляя коммунистам Казанковым. Давайте поблагодарим коллектив и будем развивать это направление. Шестое. Это мобилизация кредитных ресурсов для возрождения страны. Поразительно наше правительство предпочитает кормить стратегического противника. Техас и Канзас. Оно вкладывает средства в американские ценные банки, вместо развития собственной экономики. И пора решительно это пресечь. Я недавно прямо заявил, если и дальше Кудрин будет маячить вокруг Путина, если друхнут по килурилам и, не дай бог, по Донбассу, все рейтинги развалятся сразу. Потому что рейтинг это прежде всего отстаивание национально-государственных интересов, нашей дружбы, нашей братства, нашего уникального опыта. А когда деньги возят чужие банки по 2-3%, сами едут, берут свои деньги под 5-8%, а своим деловым людям дают по 15-20, а то и 25, за это вас в Америке посадят на электрический стул, а у нас Кудрин был 10 лет лучшим министром финансов. Поэтому мы должны из этой операции, которую он проводит, сделать выводы, а не нас снова потащат на распродажу последнего. Седьмое. Жизненно важен госконтроль над ценами на товары первой необходимости, лекарства и топлива. Пора вернуть государству монополию на спиртоводочную продукцию. И в царское время была госмонополия. И 100 рублей живых давали 30-35. К вечеру вы могли взять эти деньги и расходовать на детей, на стройки, на кого угодно. Советские 25-30 рублей. Сейчас 80 копеек, меньше рубля. Остальное водочная мафия рассует по карманам. В прошлом году отравили паленой водкой 40 тысяч человек, в три раза больше, чем погибло в афганской войне. Давно можно было ввести, пять раз вносили, не хотят принимать. Поэтому сентябрьские выборы будут иметь принципиальнейшее значение. Принципиальнейшее. У нас есть возможность поправить ситуацию бюллетенем, привести талантливых людей и принять срочно. Все проекты законов на эту тему готовы. Надо иметь 226 голосов в Государственной Думе. Восьмое. Неисходимое изменение налоговой системы. Прорессивная шкала подоходного налога признана снизить налоговую нагрузку на бедных и повысить ее на тех, кто захватил основные богатства страны. Когда вам говорят, что не будут платить, будут платить. Будут платить, голубчики. Если бы ввели и приняли на закон, который вносили те, кто получает черти сколько, уже бы в казне было дополнительно, рассчитались бы и детьми войны, помогли бы многим другим. Прячутся за кнопкой и не хотят голосовать. Девятое. Забота о стране немыслимой беззаботы о людях. Социальную защиту населению надо не сворачивать, а расширять. О какой экономике можно говорить речь, когда у тебя 10 тысяч пенсии или 15 максимум тысяч зарплата? Заплатил коммуналку за телефон, этот самый оброк, который называется капремонтом, у тебя не остается на заблетке и на еду. Собираетесь развивать? Развивайте эту сферу, вкладывайте в производство, вкладывайте в человека. Мы предложили такую программу, это реальный путь. Ведь минимум, прожиточный минимум, сегодня должно быть 20-25 тысяч рублей. Это абсолютно решаемая задача. Но прежде всего надо рассчитаться с детьми войны. Их 12 миллионов. Мы вносили 5 раз. 205 голосов последний раз набрали. 2 триллиона банкиров нашли, видишь, страдают банкиры. А 120 миллиардов не нашли детям войны. Шестая яхта Абрамовича, на которой есть подводная лодка, ракетная установка, бассейн и все остальное, стоит ровно 120 миллиардов рублей. Вот не сделали бы эту яхту, всем бы хватило. Откуда деньги? Все утащены из России. Поэтому надо наводить порядок. Десятый пункт. Это пресечение антисоветизма и русофобии, пропаганды насилия и безнравственности. Для возрождения страны нужно всемерное развитие культур, традиций, обычаев народов, населяющих нашу державу. Это наше главное богатство. Наша партия внимательно следит за тенденциями национальных отношений. Держа их в центре своего внимания, мы выработали эффективную национальную политику. Еще в феврале 1998 года Центральный комитет утвердил позицию КПРФ по национальному вопросу. В октябре 2013 года мы провели пленум ЦК, посвященный задачам партии по укреплению дружбы народов. Жизнь подтверждает актуальность наших оценок и подходов. КПРФ проводит значительную работу по воспитанию трудящихся в духе пролетарского интернационализма и советского патриотизма. Острые проблемы межнациональных отношений исследуются на научных конференциях и разбираются на занятиях в системе политучебы. Они раскрываются на страницах партийной печати и находят свое отражение в телепрограммах нашего телеканала «Красные линии». Для решения накопившихся проблем депутаты-коммунисты активно используют парламентские возможности. Хорошей школой дружбы народов стали народные предприятия под руководством наших коммунистов Богачева, Грудинина, Казанкова, Сумарокова и других товарищей совместный коллективный труд и самоорганизация людей – лучшее лекарство от любых предрассудков. При этом нельзя не видеть, что сегодня трудящиеся не всегда могут противостоять национализму. Именно поэтому КПРФ ставит задачу формировать в рабочей среде социалистическое сознание, нести в нее идеи пролетарской солидарности. Сочетая на практике социально-классовую и национально-освободительную борьбу, мы соединяем тягу народа в России к справедливости и социалистическим идеалам. КПРФ показывает яркий пример сплоченности и единства представителей народов нашей страны. Вот только что мы все вместе прошли и посмотрели удивительный опыт братских республик, их национальные культуры, поделки, танцы, музыку. Я хочу поблагодарить вас всех. Вы привезли на наш форум все лучшее, что удовлетворяет нашу жизнь, все самое светлое и прекрасное, что складывалось в нашей тысячелетней истории. Благодарю вас за дружбу, за верность идеалам, интернационализма и братства наших народов. Уникальную роль в сохранении солидарности и дружбы народов выполняет Союз Коммунистической Партии. Он объединяет 17 компартий, бывшей нашей общей Родины, регулярно проводит совместные мероприятия, организуется защита прав и социальных завоеваний трудящихся, идет работа по возрождению всесторонних связей и дружбы советских народов, воссоздание их добровольного союза. Впереди выборы в Государственную Думу. С помощью нашей агитации надо сделать программные цели КПРФ, наши 10 шагов достойной жизни, максимально понятными для всех. Наши организации должны лучше учитывать национальную специфику своих регионов. Многое уже делается. Часть листов, газетных материалов, плакатов выходят в национальных языках. Это верный подход и надо шире его использовать. Уверяю вас, уникальный опыт позволит нам успешно выступить на предстоящих выборах. Для нас это вопрос чести, вопрос защиты трудового народа, вопрос вывода страны из кризиса, вопрос формирования правительства народного доверия, правительства национальных интересов всех народов нашей российской державы. Особое место в нашей пропаганде и агитации занимает разоблачение буржуазного национализма. Национализм – крайне опасное явление. Он неоднократно приводил к кровавым конфликтам, террору и геноциду народов к массовому истреблению людей. Национализм и шовинизм – это дробление трудящихся. Они давние спутники капитала. Оба препятствуют классу и баримас за свое освобождение. Национализм – противник патриотизма. Запад уже давно и весьма успешно использует радикальные группировки внутри других стран. Национализм стал главным идейно-политическим оружием внутренних и внешних сил, рушивших советскую державу. Утрата единой страны обернулась самыми трагическими последствиями. После 1991 года иностранный капитал развязал экономическую войну против всех без исключения народов расчлененного союза. Приватизация и разрушение производства превратили Россию и другие республики в сырьевой предаток транснациональных монополий. Исключение составила лишь братская Белоруссия, где Лукушенко и белорусский народ мужественно противостояли этого и успешно развивают свою республику. После 1991 года только эта республика удвоила свой промышленно-производственный потенциал и показывает пример межнациональной дружбы и общения. Давайте ее поприветствуем в лице секретаря ЦК Таманова. Разрушение экономик повлекло за собой многочисленные бедствия народу. Не случайно при удвижении обвинений против Ельцина с целью импичмена коммунисты включили пункт о геноциде народа в России. Американский империализм наращивает атаку на государственность народа в СССР. Последние события на Украине еще раз показывают крайнюю опасность, которую в себе таит националист. Именно под крики о великой незалежной она оказалась в полностью зависимом положении. Теперь здесь политический вес у посла США больше, чем у так называемого их президента. И это все понимают. На острие империалистической агрессии находятся и российские государственные. Не случайно существует прямая смычка украинских националистов с пятой колонны у нас. Каждый должен хорошо это понимать. Понимать, что разрушение России не приведет счастливой жизни в национальных квартирах. Оно повлечет за собой кровавую вражду еще более страшную эксплуатацию ее народов верным капиталом и американской олигархии. Национализм многолик и многомерен. Для России опасны все его формы. Особенную острую угрозу несет русофобия. Русские – самый многочисленный народ нашей Федерации. Народ-объединитель, народ-победитель. Утрата этой важнейшей функции мастит дорогу к уничтожению страну. Сегодня, как и никогда, важно выработать иммунитет к национализму, особенно у молодежи. Ответом ему должны стать единение и дружба народов России. В этом у нашей Родины большой опыт, а его основной носитель сегодня – наша партия. Это партия народа и для народа. Спасибо вам всем. Вы верой и правдой служите этому великому делу. Чтобы решить национальный вопрос, нужно коренным образом изменить страну. Спасти Россию и возродить разрушенный союз можно только через социалистический строй. Отказ от рыночного фундаментализма позволит возродить интернациональный рабочий класс, трудовое крестьянство и народную интеллигенцию. Только так трудящиеся станут хозяевами своей страны и своей судьбы. Только тогда межнациональные конфликты исчезнут, как страшный сон. Общенациональной идеей России мы считаем движением вперед к обновленному социализму. Ее реализация позволит решить главный вопрос о власти и собственности. На этой основе и будет решен национальный вопрос. Возродится интернациональное единство общества. Все, что мы делаем, позволяет нам утверждать, КПР готова решить национальный вопрос в нашей стране. В конце концов, коммунисты это уже делали и делали успешно. Национальный вопрос остро стоял в Российской империи. Большевикам предстояло найти справедливые решения. Теоретический базис Ленин и его соратники заложили еще в 900-х годах. Он включал положение о равенстве больших и малых народов, о праве нации на самоопределение. При этом особо подчеркнулась недопустимость национального обособления и трудящихся. В работе марксизма национальный вопрос Сталин выдвигал принцип решения национального вопроса через интернациональное сплочение рабочих. В числе первых законодательных актов советского правительства была декларация прав народов России. Она закрепляла равенство и суверенитет народов, отмену всех национальных привилегий и ограничений. Торжеством ленинской национальной политики стало образование СССР добровольного союза равноправных народов. Мы гордимся этой ленинской политикой и будем ей следовать. Все народы страны встали на путь поступательного развития. 56 из них не имели письменности и она советской властью была создана. Появилась возможность вести обучение в школе на родном языке. Было достигнуто не только юридическое, но и фактическое равенство народов. Утвердилось их интернациональное единство. Вражда и рознь ушли в прошлое. Триумфом эффективности национальной политики Советского Союза стала Великая Отечественная война. Дружба народов СССР выдержала проверку гитлеровским нашествием. Перед лицом общей беды люди стали одним целым. В окопах, у станков, в поле, среди военнослужащих, удостойных звания Героя Советского Союза, есть люди всех национальностей, русские, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы, казаки, узбеки, татары и башкиры, отитины, чуваши, мордвины, буряты, представители всех практически народов. Больше 400 фашистов уничтожил снайпер Якут Федор Охлопков. Вместе с русским сержантом Михаилом Егоровым знамя победы над ареставром водрузил грузин Мелитон Кантария. Навеки останется в истории подвиг Мусы Джалиля, замученного в застенках гитлерской тюрьмы. Уже зная, что ее ждет неминуемая смерть, он писал, слушайте, сердце с последним дыханием жизни выполнит твердую клятву свою. Песни всегда посвящал я отчизне, ныне отчизне я жизнь отдаю. Этой отчизной был для татарского поэта Советский Союз, социалистическая держава, где сын крестьянина мог стать известным поэтом, художником, государственным деятелем. Такой же любимой родиной Советский Союз был для чувашского поэта-френдовика Петра Хузангая писавшего. Покинул я Волгу, покинул Дубравы, цветущей липы, хлопочущих чел, пошел воевать я за нашу державу, за Днепр и за пруд, и за Вислу пошел. Наши народы хранят добрые чувства друг к другу и сегодня. Они делают это вопреки всем, кто хотел бы разрушить межнациональные согласия в России. Наша обязанность помочь трудовому народу избавиться от любых иллюзий буржуазного национализма. Ведь крупный капитал эксплуатирует трудящиеся, невзирая на их происхождение. Именно он разжигает межнациональную вражду, чтобы отвлечь внимание масс от коренных проблем. Наша задача – поднимать сознание народа до уровня советского патриотизма и интернационализма. Это самая главная скрепа нашей державы, и она всегда в веках работала надежно. Наша партия посвящает свою работу решению этой важнейшей задачи. И форум сегодня сделает свое самое благородное и важное дело. КБРФ будет и дальше делать все для укрепления атмосферы дружбы народа в России. Здесь крайне важен весь современный опыт. Он есть. Интересна практика, накоплена в Китае. Обратите внимание, как и в Российской Федерации, Китай является политической страной. Там проживает 56 национальностей. С момента своего образования Китайская Народная Республика прогласила ликвидацию режима национальной эксплуатации, угнетения и дискриминации. Был взят курс на социалистические и межнациональные отношения. Они основаны на принципе взаимного понимания и равноправия национальностей, независимо от их численности. В соответствии с этим принципом в стране создано 5 автономных областей, 30 автономных округов, 120 автономных уездов. Общая площадь территории национальных автономий в Китае превышает 60% всей площади страны. Китайские власти руководствуют формулой «все народы не могут жить друг без друга». Ее подтвердили 16-й сельском партии Китая. В основу современной концепции национальной политики положены следующие принципы. Слушайтесь, они как перекликаются с советской практикой. Во-первых, признание национальностей равноправными, обеспечение для них прав на автономию, свободное развитие языка, письменности, религии и культуры. В автономных регионах на национальных языках издаются газеты, выпускаются телепередачи, ведется обучение в школах. Во-вторых, распределение властных полномочий между центральной и местной властью. При этом непозволительно нарушать основные направления государственной политики. В Китае действует принцип демонстративного представительства, когда каждый народ, даже малочисленный, представленный в органах местной власти и всекитайском собрании народных представителей в высшем органе государства. Третий принцип – сокращение социально-экономических различий в уровне развития регионов и этносов. Это означает курс на ускорение экономическо-культурного развития национальных районов Китая. Автономии пользуются привилегиями при выделении средств на нужды образования и поддержке малообеспеченных слоев населения. И жители могут пользоваться системой низкопроцентных кредитов. Малым народом представляются квоты на бесплатное обучение в ведущих вузах Китая. И четвертое – сохранение государственно-территориально в единственной стране. Другими словами, защита права даже самых малых народов на развитие субскохультуры. Государство ведет одновременно жесткую борьбу с экстремистами и сепаратистами. Власти КПРФ хорошо понимают такие силы и в каких целях они провоцируют межнациональную вражду. И очень энергично с этим борются. Интересный опыт, накопленный в Братской Белоруссии. Там создана эффективная модель межнациональных отношений и миграционной политики. Там проведен референдум. И два языка – белорусский и русский – являются, по сути, государственными. Вопросы трудоустройства населения не пущены на самотек, не отданы на откуп бизнесу. И очередным хапугом здесь постоянно осуществляется прогнозирование миграционных процессов, выявляются каналы незаконной миграции. В Белоруссии высока роль государства как регулятора экономической жизни и трудовых отношений. Привлечение иностранной рабочей стилы осуществляется учетом экономических потребностей и в интересах внутреннего рынка труда. Преимущество отдается специалистам с высокой квалификацией и тем иностранцам, которые создают предприятия на территории страны. Такая трудовая миграция является безопасной и помогает развитию экономики, укрепляет дружбу народу. Она способствует накоплению человеческого капитала и не воспринимается белорусами как угроза. Я не раз предлагал поучиться нашим деятелям. Мы выпустили на эту тему целую серию фильмов. И о реформ Белоруссии, и о китайском чуде, и о развитии промышленности. Тем не менее, эти фильмы летят мертвым грузом на телестудиях и властных кабинетах. А их давно надо было показать. Ведь удивительно потрясающий опыт. Мы выпустили 4 серии фильма ленинско-сталинской модернизации. Посмотрите на нашем сайте. Вы ахните. Вы просто еще раз убедитесь, какими гениями были руководители, которые создали великое союзное государство. Таким образом, положительный опыт есть, и его нужно использовать. При этом важно помнить, дружба и братство народов достигают своего расцвета только там, где общество освобождено от классовых противоречий. Полной мере решить проблемы межнациональных отношений у нас может только социализм и возрождение обновленного союза на добровольной основе. КПРФ ведет постоянную пропаганду идей воссоздания союзного государства на добровольной основе. Единение народов СССР гарантия их независимого и успешного развития в глобальном мире. По одиночке нас разобьют и уничтожат. Глобалисты настойчиво перемалывают народы, культуры, стремясь превратить их в бессловесное топливо для извлечения максимальной прибыли. Противостоять их агрессии способна только сильная страна, умная, образованная, с высокой наукой, объединенная на основе социалистического патриотизма и дружбы народов. На пути к воссозданию нашей единой отчизны мы поддерживаем все инициативы, нацеленные на экономическое и культурное сближение наших народов. Мы выступаем за создание общего евразийского пространства, за укрепление Таможного Союза, особенно за упречение Союза государств Белоруссии и России. Мы считаем, что укрепление этого Союза и расширение Евразийского Союза – это исторический магистральный путь, путь свободы и независимости всех наших народов. Наша мечта – возрождение единой социалистической державы, где люди будут избавлены от гнета капитала. Они могут вместе дружно трудиться на благо своей семьи и своей Родины. Именно это обеспечит уверенные решения национального вопроса в нашем большом и любимом Отечестве. Уважаемый товарищ, наши цели светлые и благородные. Их достижения потребуют долгой, смелой, мужественной и кропотливой работы. Но я уверен, что нам под силу пройти этот тернистый и очень важный путь. Главное в том, что мы чувствуем правоту в свое дело. А это значит, мы сможем взять любые рубежи и воплотить в жизнь лучшие мечты трудового народа. Мечты всех народов нашей державы. Да здравствует дружба народов России. Мы правы, мы сможем, мы обязательно победим. Спасибо.